приветствую всех подписчиков и гостей канала второй выпуск второй выпуск диалога во рынках андрей мой друг и товарищ в эфире андрей привет приветствуем итак у нас для вас хорошая новость хватит прятать голову в песок пора пора продвигать украинский youtube поэтому мы решили открыть канал на риднем ове и эти выпуски у нас будут выходить там на украинском языке пока конечно мы продолжаем на русском поскольку на моем канале присутствуют дружественные странные русскоговорящие странные прибалты казахи грузины всем привет поэтому пока здесь так ну что андрей давай приступать я думаю что первая тема самая горячая это инфляция инфляция в штатах она у нас краеугольный камень да как для перспектив экономики такие для перспектив монетарной политики что вообще думаешь что за данная как как их интерпретировать можно слушай ну по моему вышли противоречивые данные вышли по потребительской инфляции вышли данные вчера сегодня по промышленной инфляции вчера вышли лучшие ожидания сегодня хуже ожиданий с точки зрения того что вчера рынок начал думать что ставочку уже перестанут повышать сегодня когда вышли по по промышленной инфляции данные рынок начал прогнозировать все таки что на ставку может быть еще и повысят даже или будут держать подольше соответственно рынки начали реагировать и как мы с тобой прошлый раз и прогнозировали доллар под укрепился под упали фондовые рынки после новостей ну а что ты думаешь как твоя оценка что подумаешь жопам шинов не ну на самом деле кстати да я могу сразу показать слайд вот то что ты говоришь по поводу инфляции по поводу инфляции производственная вот такая есть есть такая австрийская школа экономики да она на самом деле мне очень импонирует в плане того что они выступают за стопроцентное резервирование в банковском секторе банков мне очень нравится эта идея конечно она ну тоже такая спорная но не суть у них есть интересный индикатор это соотношение производственных цен годовых темпов производственных цен к потребительским то есть по сути это способность перекладывать издержки производителей на потребителя да то есть это важно поскольку если они не могут перекладывать то есть если если ну это это сигнал к замедлению экономики к рецессии там ну и так и так далее вот данный компонент нанесен синей линией а красная линия это годовые темпы в ввп америки то есть корреляция здесь но на самом деле очень плотная и как бы мы понимаем что я так думаю что там третий квартал и далее это будет провал по ввп в штатах вот и на самом деле сейчас мало кто это ждет даже сам пауэлдом объявил уже что что рецессии не будет то есть многие с волстрит об этом заговорили но вот на мой взгляд в принципе это есть но и в июле вот задерг синяя линия да она задирается не вошли в историю данные семидесятых там был нонсенс то есть у нас был рост этого показателя то есть это это и это и было стокфляция был рост инфляции при снижении темпов роста ввп но синяя 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 линия производители производители да ну вот сегодня слышали как раз данные по инфляции производит она задерлась да и вот как бы это можно раз на мой взгляд я так думаю что это можно расценивать как то что намечаются стокфляционные процессы в штатах пока конечно по этому хвостику одномесячному так сказать нельзя но в принципе вот у меня есть моя модель она достаточно неплохо прогнозирует я еще в конце 21 говорил о том что инфляция будет там 8 9 процентов штатах на основании модели и вот на сегодняшний день мы видим что у нас я не не обновил данные по инфляции за июль 32 здесь но по идее хвостик как и по модели вот и с августа месяца у нас начинается рост вплоть до первого квартала следующего это какая инфляция это широкая это индекс потребительских цен да мы только что говорили об инфляции производителей которая с временным лагом превращается потом в инфляцию чаще всего потребителей да то есть тот график был опыт по промышленной инфляции я в целом думаю что инфляция будет сейчас расти инфляция вторая волна то что то что вторая волна как было как было в прошлом веке вторая и третья волна и этого фрс боится и поэтому он жестит и говорит о том что будет поднимать ставку что должно по нашим с тобой логике если я правильно понимаю привести к рецессии дальнейшей а это к торбе это будет это будет жестко но и на самом деле интересно что скажет палом кротском приводим банк вот слона не слышу тебя я что тут интересно что павлу скажет вайоминге в конце месяца на симпозиуме да и на ежегодном все симпозиуме я думаю что тема инфляции там будет подниматься и возможно это будет стоп рост рынка то есть это будет я просто сейчас очень много указывает на на то что инфляция снова может развиваться развиваться и расти в том числе рост цен на энергоносители на нефть на газ вот мне интересно просто твой прогноз потому что ты ну я знаю что ты много лет делал акцент на рынке нефти прогнозы и торговал и поправь меня если ошибаюсь но просто интересно твое мнение в этом потому что я там глубоко в это не не углублялся никогда вот какой твой прогноз как ты видишь этот час ну на самом деле опять-таки согласно модели моей нефти все равно не в бычьем тренде если брать макро то есть если брать по макро то нефть остается плоская если я доберусь до макро я покажу сколько 87 сейчас бренд или сколько вот вот макро по нефти это модель красная линия белая с красным это макро показатели вот и мы видим что в принципе у нас плоская динамика то есть нефть рынок нефти не бычий но он и не медвежий сейчас да то есть вот что сделал опеки и саудовской аравии они просто остановили медвежий рынок то есть они его не развернули но поддержали поэтому на мой взгляд то что нефть сейчас растет и фон там крайне бычий то есть там прям но народ очень бычет по нефти я думаю что что тренд еще продлится то есть и в принципе если брать по сезонности туда октября месяца у быков время есть я не исключаю что до октября мы не снизимся но опять-таки рост я думаю он ограничен то есть здесь речи быть о росте на наверное не может о росте фундаментально то есть у нас сейчас все кстати сессивой сегодняшний отчет международного агентства энергетического агентства они прогнозируют и вот по июлю до дефицит рынка 2 миллиона в сутки и в принципе они вот я взял их неотчет апрельский взял их прогнозный баланс и они прогнозировали еще в апреле что второй третий квартал будет дефицит 2 миллиона в сутки собственно в то время их не послушали но сейчас они оказались по правую то есть этот прогноз был пророческий но я не жду выросла нефть выросла на этой неделе и вырос существенно цены выросли в европе на газ максимально с весны да если не ошибаюсь что это продолжится и мы просто это точно же отразится на ценах мы же это понимаем по инфляции по газу там какая-то история с забастовкой на в норвегии какая-то там из ей есть эта история на насколько она будет серьезно и получит ли она развитие это еще вопрос обычно такие события нижние устойчивые то есть это не фундамент да то есть это не макро мы имеем дело все равно с замедлением экономики пусть пусть это там может и не рецессия до понятное дело но сам факт что мы замедлились поэтому все равно как ты не крути спрос понижен локальная история вода сна с норвегии она дала себе знать локальная история сапы как которая с не снижает добычу оказывается они сне они снизили добычу и так дефицитных тяжелых сортов нефти которые используются в производстве мазута и солярки и поэтому вот газой лайс у нас шпаре там как не в себя там мы бывали дни по семь процентов вошел то есть эта история она еще будет иметь продолжение то есть я уверен что рост еще не закончен по нефти и нефтепродуктам вот но все равно я склоняюсь к тому что осенью будет переоценка активов глобальная да с учетом рецессии и по идее это снизит цены на все в том числе и на нефть но вот я от отдаю быкам до октября месяца эти две недели опять-таки инфляция что у нас будет еще откликаться спустя время то есть мы видели уже рост цен на энергоносители в июле но особо пока инфляция не откликнулась на это дело там ну к плюс там 0 0 0 1 процента она добавила да там ежемесячной динамики думал что побольше там влиянием ну там больше да смотри сейчас я покажу так куча слайдов же на рабочем столе я готовлюсь к этому к завтрашнему выпуску своему так вот инфляция смотри вот я сейчас не успел все посмотреть 3 процента у нас относительно июня рост именно full oil то есть рост топлива 3 процента у нас дало а вот так аж но здесь здесь еще прикольно вот в плане в плане того что инфляция в секторе услуг она остается смотри shelter это аренда до 1 4 вообще с сервис услуги кроме энергетики плюс 0 4 то есть собственно инфляция в секторе услуг она остается устойчивой и и и на самом деле положишь частенько вспоминает и упоминает о том что сервис сервис то есть для них это важно что что происходит в услугах потому что за счет услуг собственно и держится все сейчас если мы мы видим в право в производстве уже там условно рецессия идет да то есть там ну наверное уже месяца 8 индекс прямая ниже пятидесяти пунктов то услуги пока где держатся выше 50 и на инфляция там продолжается то есть собственно вот если брать именно экспликацию да по отчету то но я бы не сказал бы что он мягкий да он там ниже ожиданий 332 хотя опять таки ежемесячный это прирост остался 0 2 поэтому здесь инфляция будет я вот у меня есть уверенность по инфляции понятно я бы хотел напомнить что еще рынок будет смотреть очень пристально за новостями по рынку труда но это взаимозависимые вещи как бы и от этого будут будут зависеть зависеть и прогнозы рынка по возможности удержания высоких ставок времени удержания возможности повышения в европе в америке и так далее ну давай переходить к следующей теме а кстати вот если если затрагивать дорогую энергетику для и для европы то это плохо же для евро то есть мы понимаем что энергетика закупается в долларах и приходится продавать евро покупать доллары и покупать энергетику которая стоит дороже то есть мы можем получить плюс минус не то что было в прошлом году конечно но это дополнительный фактор давления на его то здесь для европы картинка ну такая себе конечно добавить то что очень сильно страдают производители европейские экспортеры но самом немецкие экспортеры но европейские но поэтому я продолжаю считать что евро должно снизиться по отношению к доллару после нашего там крайнего разговора так и произошло и сегодня постановности снижается но не только прямой рыночный курс но еще реальный курс сильно переоценен евро реальный если перевести в цены цены в европе и в сша то действительно курс очень высокий евро и он может может отрицательно сказаться на экономике европы я думаю конечно я есть я и я смотрел вот по поведету покупательской способности через индекс big mac так там то ли ну короче он так сейчас перри переоценен то ли там ну чуть ли не исторический вот он перри переоценен по паритету то есть но и как бы это такой знак знак что это да это не в пользу явно европы потому что и европе потому что ну действительно как бы это давит на экономику в том числе числе не позволяет едино улов я бы из такой индекс индекс big mac я в этом принимал к сведению сильно бы не увлекался ну это просто да это просто вот один из способов паритета 0 любые паритеты на самом деле это такая история как бы как показывает практика курсы могут быть по паритетам оставаться переоцененными недооцененными очень долгое время взять ену к примеру там да это только такого показательная валюта к которая там уже там сколько там лет недооценена относительно из-за низкой инфляции понятное дело в диплом сейчас тоже ожидают опять снова интервенции связи с этим японских властей и ожидает изменения денежно-кредитной политики японии это очень может повлиять сильно на всю мировую экономику потому что у японии самый большой япония самый большой держатель американского долга если там будет что-то меняться со ставками это может повлиять напрямую на состояние американской экономики и если стоимость долга и возможность занимать и так далее и тому подобное ну есть такие выражения да они же там объявили о том что они расширяют диапазон по доходности 10 лет так до одного процента и сразу они ушли там на 065 там пир за первый же день там условно но потом они объявили о том что будут и интервенции то есть потом она все откатилась то есть они вот как-то там сейчас пытаются лавировать но конечно это будет и попе еще да но но процессы на сколько и хватит но еще же нюанс в том что я бы японцы это сейчас основной и наверное единственный поставщик же ликвидности потому что они единственная кто кто проводит qi на сегодняшний день поэтому понятное дело что на рынке ликвидности если они если они выбывают да то это будет еще один такой сигнальчик к тому что не сдобровать рынком я бы добавил что еще у китайцы экономика инфляция не не растет и экономика развивается не так как ожидалось и совет соответственно они поддерживают это тоже еще один поставщик ликвидности на рынке помимо японии поэтому тут еще важно как в китай будут развиваться сегодня данные были по кредитованию и в общем-то они там но сильно упала кредитования и в июле относительно июня ну и ниже ожиданий понятно и ниже данных июня опять таки есть на это дело слайд же я готовлюсь к заходы со встречи ему выпуску поэтому ой почему-то не могу переключать ну ладно заинтересовала ряда снизилась и снизились субсидии провинциям и снизились годовые темпы денежной массы темпы роста денежной массы то есть по всем показателям вот денег да вот они просели в июле крепко но опять таки я свое время то ли в начале года когда было был хайп типа вот сейчас выйдет из локдауна китай сейчас все пойдет а я подумал так а на хрена им за и нафигом стимулировать экономику внутреннюю если мировая торговля замедляется то есть это экспортно направленная страна если они не могут реализовать продукцию вовне то зачем им и внутренний рынок то есть они это будут делать тогда когда мировая экономика будет выходить из рецессии либо стагнации либо еще чего-то да то есть она будет расширяться в ожидании этого уже очень сильно ограничиваю там американцы и начать и начинают вводить точечно санкции по определенным группам товаров или по направлению кстати вот подписал байден же вот на неделе да это было до писала ограничение инвестиций в полупроводники там еще куда-то там прям то есть про это говорю да а ну а что думаешь вообще к что то что это такое я не мониторила эту тему реально я думаю что просто они видят конкурента растущего и и это на руку как бы это рынок и борется с ним нового опыта в борьбе у них побольше несмотря на то что там в борьбе в бизнесе я имею ввиду мне кажется что несмотря на то что там воздух большой так далее они ну как бы краха какого-то не не светит доллару там и америке а это может сказать сказаться на американском рынке плохо имею ввиду ну сказаться я думаю что не катастрофично не катастрофично то есть но негатива добавляет вообще вообще американский рынок по моему ощущению давно перегрет и не только по моему ощущению но многие говорят об этом когда весь рынок об этом говорит и есть консенсус это как бы плохо для направления большинства и торговли но рынок перегрет ему бы как бы немножко остудиться в виде коррекции поэтому в том числе и самое время может быть где-то придержать китай ну именно сейчас на росте на таком а мысли есть по коррекции ну по глубине коррекции американского рынка есть какое-то видение я я не ожидал что рынок акций возьмем s&p 500 что никто не ожидал до 4 до 4 600 дойдет сейчас без вот этой ликвидности без печатного станка на каком основании на хайпе на ну что почему он растет но сегодня новость была что apple сделал байбеков то есть своих акций на 500 миллиардов долларов за какой за за период за год и сначала это больше чем стоимость таких компаний как виза там то есть причина роста рынка это байбеки то что они покупают за счет кредитных денег продолжают покупать свои акции фома то что люди переживают опущенные возможности ну и хайп искусственного интеллекта еще раз обращу внимание но этот хайп еще не закончится он еще будет долго но такие компании как nvidia они на этом очень сильно выросли и возможно еще будут волны такого роста мне кажется ну да ты не конечно это сложно потому что если смотри когда но новая тема да и оценить ее влияние и какие да это конечно будет проблематично у меня есть такая мысль из теория заговоров что что товарищи совета деле директоров куру крупных компаний но это же в их интересах запустить бэйбеки и разгрузиться на хаях правильно то есть и вот это в руках то есть то есть акционерный капитал в их распоряжении они ну просто взяли и договорились и просто вот ну там apple там еще кто-то знаю что есть ну и понятно не там ну там а сок у нас есть два триллиона но отлично запулем сейчас и она улетит и они деньгами акционеров разогнали рынок и и сейчас они раз продаются то есть есть куча данных о том что все с и ошники там все как все райдеры все инсайдеры распродаются да просто вот и я думаю если это так и мы увидим голливудский фильм об этом буду интересно да вот это расследование типа с хера ли вы деньги акционеров используйте в личных интересах но и тогда внутри ты думаешь что это уже вот этот момент когда они начали распродавать или они же так могут догнать и до 5000 там да не да конечно я не отчет честно говоря график выльет как как сломанный тренд но опять-таки сломанный тренд еще не означает что закончился обычный рынок да то есть сломанный тренд это может быть бифуркация там некий там боковик откат коррекция там два-три месяца подожди ты вот эти сложные слова биби биби что там фаркация фаркация но это 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 коррекция да это с физики слова я сейчас запишу да хотел обсудить еще украинский рынок и там да там там есть какие-то изменения у нас банка я думаю ты как банкир экс-банкиров не бывает да ну да я как ему это интересуешься да лучший казначей сотрудник казначейства банка украинского всегда читаю и стараюсь быть в курсе ну обращу внимание что валютные резервы за на конец июля показали рекорд за всю историю украины это 41 миллиарда долларов но это все благодаря помощи наших международных партнеров финансов вот и это говорит о чем надежности и стабильности гривны ближайшее время при этом ставку нас банк начал снижать соответственно падать ставки по депозитам будут снижаться ставки и уже снижаться по немножко по овдп по гособлигациям поэтому ну как вариант мы же верим в нашу победу и вариант при стабильном курсе вкладывать гривневую по грим поставки около 17-18 процентов облигации депозит 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 в банке можно найти наверное сейчас 16 может быть 17 процентов гособлигации можно вложиться в районе 17-18 я так думаю ну хотя есть более двух лет которые стоят 19 с копейками ну такие дюрации уже серьезные да там рисков много ставка очень интересная и еще хоть и вот еще была новость что евро евро облигации украинские они за два месяца подорожали на 50 процентов как бы это серьезно в них вкладывали кто в них там такие монстры как black rock там и так далее ну понятно что для них это небольшие объемы но сам факт и это говорит о том что они видят позитив и мы тоже с тобой на это надеемся то есть они шли здесь дисконтом 70 процентов сейчас они дисконтом 55 до получать давай говорите звучит хорошо выросли за два месяца поэтому понятно что стране идет война ну как о чем все равно такие новости они вселяют оптимизм и надежность экономики несмотря на то что продолжается грязь и хотел еще сказать что у нас банк повысил на этой неделе смогу обязательный резерв это я для банков до средства банков это он уже не первый раз повышает средства банков которые банки привлекают депозиты у юрлиц и у физлиц у частных лиц и часть от этих денег какой-то определенный процент тот который устанавливает нацбанк каждый банк должен хранить мертвым грузом но это без знали без наличных пор счету в национальном банке соответственно когда нацбанк увеличивает обязательный резерв норматив обязательного резервирования эта сумма вот этих мертвых денег которые банк не размещает никуда и не получает по ним дохода она увеличивается если ранее нацбанк поддерживал банки и банк мог эти свободные деньги разместить через депозитные сертификаты и получить в районе 20 сейчас процентов там сейчас меньше уже после снижения учетной ставки просто за то что отдал национальному банку деньги потом забрал там в районе 20 процентов годовых а было и 23 25 на на недавно еще но теперь у такого все меньше и меньше больше денег нужно держать просто на карте то у нас банка и примечательно что он повысил процент резервирования по деньгам юрлиц таким образом он хочет стимулировать банки чтобы они привлекали деньги у частных лицу физиков и привлекали в гривне они в валюте и то есть по валюте тоже ставка резервирования выше чем выше вот этих привлеченных средств в валюте и у юрлиц тем больше нужно ему банком держать резервы до резервы вот ну вот я хочу тоже тоже не думаю что на что это повлияет это тоже повлияет на темпы инфляции то есть где-то тоже поможет сдержать инфляцию помимо того что у нас стабильный курс и резервы позволяют держать его стабильным пока что случае позитивного позитивных новостей и так далее он может как после каких-то инвестиций еще и укрепиться гривна укрепиться доллар упасть соответственно сейчас вкладывать по таким процентным толком деньги мне кажется может быть интересно конечно не на весь капитал не на всю котлету но какую-то часть и . как удача сда у меня еще знаешь что у меня какая мысль но понятное дело что повышение норм резервирования то же еще и устойчивость банков то есть на самом деле что и система будет устойчивей то есть может быть это и как раз таки доверия больше и действительно можно ну как бы резервы и банки устойчивее и как-то вот пытаются оживить банки снижают ставку то есть ну вот как то что-то на мой взгляд происходит в пользу того чтобы ожила банковской чтобы ожил банковский сектор возможно это резервирование действительно но она покажет проблемы у тех банков у которых хуже дела с ликвидностью обстоят им будет сложнее выдерживать этот норматив резерв но помимо этого есть еще резервы по кредитным риском это другие немножко там другая ситуация чем больше сформирован резерв тем тоже банк надежен вот эту сторону сейчас бы обратил внимание спрашивают знакомые часто новая программа кредитования под ипотеку вот по 7 процентов годовых тем у кого нет жилья в собственности и ну там какие-то определенные требования в значит дома должны быть не старше трех лет новострой по моему если не ошибаюсь но 7 процентов годовых взять на 20 лет в гривне тем более в ривне конечно это не несет валютного риска никакого это для людей у которых нет своей недвижимости должно быть интересным и стоит думаешь оживет рынок да не недвижки на этом фоне как как думаешь что будет с ценами на недвижку я думаю что повлияет повлияет цены на как минимум на этот сегмент недвижимости вот этот они должны подрасти мне кажется не ну в принципе лайк ручно на руках спрос подрастет да конечно же понятное дело что цены подтянутся люди должны быть финансово грамотные изучить этот вопрос и пойти на банке за эти стройщиков поддержали и нам сделали хорошо в общем-то и такая инициатива интересная да на самом деле в пользу мы посмотрим время покажет но мне нравится пока на словах пока нравится но я я еще не 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 ходил на планирую у меня есть есть коварный отчитаешься на новом канале там колы будем к вы будет за уже до света я известно что не прошу не поделюсь и может комусь будет наветина последняя тема давай по крипте что там у нас битком там какая-то заваруха с этими стейблами что-то там куда-то там куда-то бегут что-то переливают слушай не хочу занимать вот забирать внимание от тебя но у тебя там завтра очень важный выпуск ты говорил поэтому ну важная не новость была на этой неделе то что назвали ее битва стейбл коинов стейбл коин это криптовалюта которая привязана к кому-то активу к фиатному то есть да это например к доллару или к золоту но самая известная самый известный стейбл коин это юсдт тезер самый объемный есть юсдси и недавно бинанс биржа криптовалютная выпустила свой стейбл коин еще очередной но очень важная новость была то что такая система как paypal не выпустила она анонсировала выпуск стейбл коина к доллару привязанного который будет называться pay usd мне кажется что это такая игра которая может быть связана с как ты говоришь теории заговора не знаю но правительство сша которая хочет контролировать стейбл коины которые объемы которых растут и растут и операции с с тезером и другими стейбл коинами растут то они хотят свой продвинуть немножко какой-то родной контролируемый стейбл коин например американской компании ну и для своих да то есть до доверия же будет больше к своему стейбл коин мой но и тем более свою пайпаловскому но я его я вообще смотрю по действиям америки вот на на кредитовалютном рынке такое ощущение что знаешь как они руководствуются тем что не можешь бороться или обезвредить то возглавь и вот они пытаются сейчас там то поджать то поджать и как-то вот формируют собственный ну какой-то рынок но наверно это правильно для страны которая является флагом инвестиций да я здесь согласен с тобой полностью но вопрос насколько им это удастся потому что это для них неизвестное пространство и как контролировать криптовалюту я думаю что они до конца не понимают они очень хотят это показать они пугают рынок и внушают ему что они как бы могут его контролировать но время покажет по стейбл коином кстати мы были такие серьезные колебания люди спрашивали консультировались избавляться от теза от тезера или что делать вообще куда вкладывать вот ну и одновременно еще отреагировал биткоина новости по снижению мудисом снижение рейтинга американских банков кстати тема тоже интересно нам подскочил биток до 30 опять до 30 ударился такое впечатление что кто-то там на 30 стоит и не продает может быть тоже правительство сша вот и отскочил сейчас торгуются по 29 300 примерно последние цифры что я видел 29 350 ну ну напомню что биток отреагировал очень сильно в марте когда несколько банков американских обанкротились биток вырос с 20 до 31 то есть но это показательно на что реагирует самая главная криптовалюта как же ну в общем то вот этим я хотел поделиться с тобой думаешь что думаешь куда дальше есть какие-то мы говорили в прошлый раз и из прошлого раза по-моему ничего вообще не изменилось там она он как был в боковике так он и остался там прям ниточка такая он же он же отреагировал он вырос он вырос до 30 вырос на на новостях ну там было плюс 7 процентов за день вот на в эту в этот день он 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 был плюс 7 ну потом да потом его там встретили медвежата них нет слушай глобально я думаю что сейчас будет тенденция должна быть по укреплению доллара потому что американцы правительство должно привлекать долги и плюс если начнется все-таки медвежий рынок из активов будут выходить а будут выходить из других валют и будут выходить в доллар соответственно доллар должен вырасти к евро по моей логике понятно что никто точно не знает но и из рынка акций все равно должны выходить в доллар доллар должен подрасти это касается и наверное биткоин но глобально все равно я думаю что будем расти и я вижу перспективы вырасти и выше 30 может быть скорее всего еще в этом году но следующий намок эти вот 3 миллиона да по-моему она говорила у кати вуд 3 миллиона за биток там у нее там такие цели что просто космос я боюсь такие цифры называть но я оптимистично я считаю что какую-то какой-то процент от капитала должен быть в битке если там 10-20 процентов но потому что потом сидеть и кусать локти почему туда не зашел не но я я тоже запас забиток собственно да я думаю что там какие-то колебания это понятное дело учитывая что это еще и волатильный инструмент рисковый инструмент собственно понятно но я думаю да что там какой-то кусочек туда надо положить можно даже ну конечно нам на бирже стрёмно можно было бы его и застойкой там да но в принципе если уже и говорить чисто тому о сбережениях и защите то наверное на холодный надо класть конечно не хотя соблазн там взять и нашу там биржу как она этот не вудмола как она наша бежа нога там у нее всты она по стейкингу дает то ли 23 процента годовых и по тезеру и по и по битку рекламировать не хочу бежать большие процентные ставки лучше быть я в прошлом году взял взял у монобанка весь в выгребь всю кредитную линию штуку баксов они и дали по 19 процентов я кинул ее в туда в тезер и по 28 застойка в долларе представь и все выплатили короче я думаю вообще у меня плюс чем корректор получился зачем тебе тогда кредит на квартиру скажи мне просто ну так не подожди здесь режешь не в том что нет денег а речь в том что это халява почему бы и не воспользоваться я понял это же бизнес тоже бизнес нужно взять то что плохо лежит а вот она лежит мне кажется что это очень уникальная возможность и и почему бы не воспользоваться плюс еще это и поддержи за застройщиков им сейчас плохо на самом деле поэтому поэтому это вкладу или экономику кто не рискует тут не ну что дошу на давай закончим тогда на сегодня вроде бы мы так те темы которые мы решили обсудить мы обсудили спасибо было приятно пообщаться спасибо да мы мы оставим ссылочку на банку на банку монобанка это сбор на засу это друзья андрея лично общается с людьми то есть они там на передке поэтому кто кто хочет ссылочка будет на банку в описании пожалуйста ребята разведчики буду очень благодарен вам спасибо всем за внимание значит мы многим следующей неделе а скорее всего через неделю потому что я поеду меня до в киев съездить поеду в киев значит через неделю мы встречаемся уже на новом канале который вильвины буду украина мовный и мы там будем где делать эти выпуски будем брать какие-то интервью то есть мы будем свою копеечку во вклад украинского ютуба мы положим точно тоже буду буду чекать чего да 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 хорошо да всем спасибо за внимание пока пока андрей приятно было пообщаться сила пока приятно